Актуальное интервью В общей победе над нацизмом И мы поговорим с двумя участниками Военно-исторического клуба 191-я стрелковая дивизия Об их деятельности Наш первый гость Сергей Еремеев Один, повторюсь, из участников Этого самого военно-исторического клуба Сергей, здравствуйте Здравствуйте Сергей, ну расскажите, пожалуйста Как так получилось, что в далекой Канаде Набралась группа людей Которые вот решили заняться Военной реконструкцией Причем касающейся именно Советской армии в годы Великой Отечественной, она же Вторая мировая Да Ну мы начали этим заниматься В 17-м году Все началось постепенно С празднования Дня Победы Мы делали выставки Советского оружия в русском районе Где проходил Бессмертный полк День Победы, празднование Дня Победы Провозводилось Достаточно масштабно Приходили ветераны Приходил даже мэр города Мэр района Поздравлял русскоговорящих Всех участников Зрителей Поздравляли ветеранов То есть все это было Как бы достаточно так Широко показано Проходило в двух районах В русском районе В центре города Мы просто Ну мы участвовали В бессмертных полках Там со своими Портретами дедушек И мы какой-то Из полков предложили Говорю давайте покажем Выставку оружия У нас было разное Разное советское Царское оружие Мы показали Ну с ребятами Потом другими Говорим давайте Реконструкцию делать Ну так с этого Потихоньку началось Собралась группа Там 20 человек Потом 30 человек Вот так вот занимаемся Познакомились С другими реконструкторами Канадскими В Америку ездили В Америке Сейчас я бы сказал Это очень даже популярно Делать РКК Русскоговорящих Именно делающих РКК Так немного Я знаю может Ну человек до 10 А несколько сотен человек Делают именно американцы Которые Там живут И они например Делают Американских реконструкторов В времен Второй мировой войны Но не хотят делать Допустим немцев И они говорят Мы Вот нам У нас дедушки воевали Или кто-то там Из родственников Мы там Многие не хотят делать Например Вермахт И они делают Стали делать РКК Им понравилось И так увлеклись Что ну очень Очень так Серьезно занимаются То есть сейчас Вот это Разных Нас тоже приглашают Мы ездили на Сталинград Три раза В Ахая Там было где-то Скажем 120 РКК 150 немцев Были очень интересные Такие Реконструкторские Мероприятия Так что Там это тоже Популярно И мы когда Приходили Нашим именно Русским юнитом Русскоговорящим Русским отрядом Они очень Как-то К этому Отлично Относились Наконец Русское Ура Услышим Русские команды Русскую речь Всегда были Таким положительным Отзывом Ну С этого Все началось В Канаде Мы делали По Канадским музеям Мы делали Выставки Участвовали Тоже Показывали Бои с немцами Показывали Советского солдата Так что Люди К этому Очень хорошо Относились Нормально Были там Некоторые Там Иногда Там Подходили Там Тоже Как-то Там Какие-то Были Не то что Недовольные Там Спрашивали Вопросы Ну В принципе Всегда Я бы сказал 99% Это всегда Было Положительные Отзывы То есть Людям Людям Нравилось Наоборот Те кто Интересуются Историей Те кто Знает Это не По телевизору А вот Особенно Реконструкторы И Сами зрители Как бы Те кто Туда Приходит Да Они Интересуются Историей Они Как бы Понимают Как бы Немножко С другой стороны Чем Говорят По телевизору Поэтому Отношения Абсолютно Нормальные Нас Приглашали В канадские Музеи Они Государственные Как бы Поэтому Всегда Были Нам Рады Так что Началось Продолжается Уже Семь лет Чисто Сейчас Сколько Вашей Группе Людей Сейчас У нас 30 Человек В основном Как бы Выходцы Из Советского Союза У нас С разных Республик Из России Из Украины Из Молгавии Из Ватвии Эстонии Из Азербайджана Из Казахстана Поэтому Выходцы Отовсюду Канадцы К нам Приходят Даже Были Некоторые Ребята Там Которые Делали Немцев Знакомившись С нами Решили Перейти Поменять Не хотим Больше Немцев Делать Продали Форму Занимаются Реконструкцией РТК Поэтому Группа Такая Скажем В основном Интернациональная Но мы Все Команды Все Бои Бои Построение Все Делаем По-русски Они Учат Русский Язык Вот Мальчик Один С Китая Даже Есть Студент 19 лет Он Приехал Из Китая Учится Здесь В университете Он За год Выучил Русский Язык Удивительный Такой Случай Выучил Русский Язык И Он С нами Абсолютно Даже На выставках Предоставляет В форме Советского Солдата Подходит Китайцы Я говорю Ты им делай Говорю Предоставляю Как По-китайски Когда начинает Говорить по-китайски Китайцам Все удивляются Насколько А что-то Говорит Тут В РКК Он говорит Ну а что Говорит Не знаете Говорит У нас 30 миллионов Погибло Говорит Нам Красная армия Помогла Справиться С японцами Вы что Ну и вот так Вот он Со своей стороны Как бы Уже По-карту Для китайцев Именно Примеры Приводят Как бы Исторические Поэтому Да Тоже Все Что разнообразная Группа Как бы Ну мы Говорим В основном Все команды Все в строю По-русски Ну то есть Даже со стороны Китая Получается Немножко Просвещение Идет Да И Распространение Информации О том Насколько Действительно Более сложный Конфликт Был Второй мировой Вена Чем Представляется В основном Сейчас На западе Да Да Даже Вот Среди Русскоговорящего Населения Сейчас Вот если спросить Что-то глубоко По поводу Китая Во Второй мировой Войне Там с Японией Сколько погибших Какие бои Это Не сразу Вспомню То есть В общих чертах Кто-то что-то знает Победу Над Японией А то что Как бы Освобождали Китай И памятники Стоят советским Солдатам В Китае Вот Этот мальчик Рассказывает Как бы И нам И всем Как бы Так что Это очень Так Тоже Ценно Возвращаясь Про реконструкцию Собственно Скажем Представляете Когда вот Выходите в форме Или это Опять же Просто театральное Такое действие По разному Мы Чем мы Реконструируем 191-ю стрелковую дивизию Которую Защищала Ленинград Она прошла От Нарвы Кингисепа До Ленинграда Ибанский Плацдарм Защищала Тихвин Потом освобождала Тихвин Освобождала Новгород Прошла До Берлина Участвовала Берлинской Наступательной Операции Боевой путь Очень большой Поэтому Иногда мы Делаем Что-то Связанное С ее Боевым путем Но иногда Это Просто Такие Сценарии Которые Предлагают Например Или немцы Предлагают Или Мы уже договариваемся В зависимости от ситуации От техники Опять же Мы уже Определенный период Предоставляем В основном У нас форма Образца 43-го года У нас есть И ранняя форма Но Образца 43-го года Поэтому Предоставляем Поздний период 44-й год 45-й год Командир Первого взвода Посчитайте Людей Дима, ну как вы Как и все остальные Несколько дней Без хорошего сна Без еды Вода почти кончилась Но К бою Мы готовы Как дела с боекомплектом Патроны ПП Шапочи Кончились А если немцы Будем рвать гадов Голыми руками Товарищ старшина Не подведем Верю, Дима Ну возьмите лучшие винтовки У нас сейчас их много Хорошо До наших Недалеко Но немцы напирают Держитесь, ребята Скоро дойдем Сергей Вот ваше Увлечение Военной реконструкцией Привело к тому, что Клуб 191-я стрелковая дивизия Ваш канадский Сейчас У вас на выходе Фильм Короткометражный С названием Проход Раскрыть Пожалуйста Немножко о нем Да Наш Дмитрий Каталымов Сержант Нашего клуба Он Работает В кино И он С ребятами Его съемочная группа Предложила Ему Заняться Съемкой фильма Как бы Потому что у нас Уже был готов Готов Отряд И Мы Были Уже полной Экипировки В форме С оружием Они сделали Одноминутный ролик И Показали Им Все понравилось Они Предложили Что давайте Снимем Какой-то Фильм Именно Вот уже Конкретно С привязкой То есть Мы определили Что Значит Это Ноябрь 43-го года Но Сама идея Была Это Димина И ребят наших Это наша молодежь Которую По 20 лет Когда Дима Сделал сценарий Обсудил С ребятами Это все Было Как бы Несколько месяцев Заняло Все это Создать Что я хочу Сказать Со своей стороны Я принимал Там участие Как вот Старшина Рота Подразделения Как техническая Поддержка Потому что Мне было Очень важно Чтобы наши Ребята Которые Родившиеся Здесь Которые Говорят По-английски Которые Или приехали В раннем возрасте Там Годовалом Трехгодовалом Здесь Выросшие Как они Видят войну Как они Что они Почувствовали Что они Могут Про нее Рассказать Сами То есть Их Вот этот Опыт Который Приобретенный Здесь В отряде И вообще В жизни Как они Это себе Представляют Как они Это Сыграют Как они Себя Покажут На экране Вот это Мне было Очень ценно Поэтому Я Здесь Как бы Больше Ну как бы Старался Как сам Да Как я сам Вижу Не вмешиваться И дать Раскрыться Молодежи Что они Хотят Показать Поэтому Именно Вот это Кино Я от себя Хочу сказать Чтобы Другие Люди Посмотрели Как Молодежь Ее Видит Вот Получилось Поэтому Я там Моя роль Была Просто Я играл Сам себя Как старшина И старшина Вот как Именно Ребята Это Показали Как они Сыграли Вот Эта Вся Эта Деятельность И вот Эта Идея Это Была Их Поэтому Для меня Это Очень Ценно Артем Привет Ты Опять Сентябрьские Новости Читаешь Что Еще Читать Все Учебники У нас В полковой Библиотеке Остались А до них Еще Добраться Надо Доберемся А ты На кого Учился До войны Ну Я На инженера В Ленинграде Почему В инженерные Войска Не пошел Да Куда Сказали Куда И пошел Да Артем После Войны У тебя Много Работа Будет Столько Разрушенного После Войны Доучись Это Приказ Так Точно Товарищ Сержант Давай Ну Ну и наш Второй Гость Еще Один Член Военно-исторического Клуба 191 Стрелковая Дивизия Дмитрий Каталымов Дмитрий Здравствуйте Здравствуйте Да Вы Собственно Являетесь Создателем Фильма Проход Фильм Короткометражный Который Повествует О событиях Осени 1943 Года Расскажите Пожалуйста О чем Он И как Вообще У вас Появилась Идея Собственно Сделать Такой Фильм Вот Фильм Он Про Роту Которая Пытается Выбраться Из окружения И Видно Молодые Бойцы Как они Общаются С друг Друга Чего Они Переживают Для чего Они Сражаются Есть еще Личные Причины И Все Это Вместе Связано Как Помочь Другой Как Выжить С этой Сотубации То есть Это В основном Про Молодых Бойцов И Свои Желания Выжить И Сражаться А как Идея Фильма Появилась Я С Знакомыми Которые Работают В фильмах Обсуждал Идею Снять Фильм Они Видят Что мы Делаем Как Группа Реконструкторов И Сказали Ребята Просто Заниматься Реконструкцией Это Одно Вещь Но Вы Что-то Можете Создать С Количеством Людей С Экипировкой У нас И Мы Начали Писать Сценарио Мы Начали Писать Историю И Этот Толчок От Знакомых От Друзей Мы Решили Пойти На Снятие Целого Кино Короткометражного А кто Принимал Участие В съемках Фильма Этого Была Съемочная Компания Ну Не Компания Знакомых Работает Фильмы Я Сам Каскадер И Смог Познакомиться С Профессионалами Они Помогали Нам С точки С точки С точки Кинооператоры Звукооператоры Они Еще Помогали Участвовать Как Продюсеры Вот Качество Немцев Была Немецкая Группа Реконструкторов Которые Тоже Хотели Принимать Участие И Они С нами Снимались И Конечно Наша Группа 191 Тоже Принимала Главную Роль Долго Проходил Собственно Процесс Съемок И Вообще Насколько Все Это Было Сложно Восстановить События В плане Формы Оружия Какая Техника Была Задействована В конце Концов В Процессе Производства Фильма Да Вот У нас Поддержки Не Было Никакой С Экипировки Все Что Будете Видеть Там На Экране Винтовки Экипировка Это Все Наше То есть Телогрейки Каски Шлемы Это Все Наше То есть Мы Позвали Нашу Группу Они Принесли Свою Экипировку И Мы Использую Е Но Чтобы Это Все Планировать Это Заняло Несколько Месяцев Мы Сначала Одно Как сказать Мы Попытались Сделать Одну Попытку Как бы Как действовать Перед камерой Потому что Это Одно Вещь Быть на Реконструкции А Другая Вещь Когда Камера Перед тобой Стоит Совсем Другие Ощущения И Мы Снимали Там Одну Минутную Сценарию Бой Там Маленький Был И Люди Привыкали А потом Через Пару Месяцев Мы Уже Когда Подготовились Все Организовались Мы Начали Снимать Карактометражный Фильм В целом Процесс Съемок Прошел Нормально Или Были Тоже Какие-то Шероховатости Да Конечно Было Как Режиссер Это был Мой Первый Опыт И Там Пара Проблем Было Во Время Съемок Первое Это Что Погода Не Помогала Нам То есть Мы Когда Снимали Первую Часть Фильма То есть Первая Половина Сначала Был Хороший День Там Солнце А Второй День Когда Мы Снимали Снег Начался Очень Сильный Снег И Это Не Подходило К сценарию Потому Что Кино Происходит Все События Происходит В течение Одного Дня То есть Погода Совсем Разная Была И Прошлось Снимать Опять Через Полгода То есть Мы В ноябре Снимали 21 И опять Прошлось Снимать В мае 22 Года Снимать Отходи Полю! Сука! Для чего, в первую очередь, вы делали этот фильм? Лично для меня я хотел показать здесь, в Канаде, нашу историю. Потому что здесь, к сожалению, мало про нее читают, мало ее учат. А хотя события были огромные, то есть тяжелые. К сожалению, это не показывает здесь. А если показывает, не самый, как сказать, честный, не самый гуманный вид наших предков. То есть я хотел уважительно относиться к нашим предкам, показать что-то достойное, которое и хорошо показывает. То есть уважительно показать нашу историю здесь, в Канаде. Это главная цель была. Вы, наверное, уже получаете какой-то фидбэк в плане комментариев, в плане отзывов о фильме. Что говорят люди, ну, понятно, и в среде реконструкторов, и, может быть, простые граждане, которые посмотрели вашу работу? Да, вот, отзывы в основном. Люди восхищаются, как мы смогли такое снять с минимальным количеством средств. То есть никто нам не помогал. Финансы мы не спрашиваем ни от кого. И мы смогли такое снять, где люди удивляются, как вы смогли это сделать. Кто вас поддерживал, спрашивает всегда. А я всегда говорю, никто нас не поддерживал. Мы сами решили, свои средства использовали. То есть в основном фидбэк у нас хороший. То есть отзывы очень хорошие. Есть там комментарии по поводу наших акцентов. У нас молодые, кто снимались, многие родились здесь, в Канаде, но говорят по-русски. Но слышно их акцент, как у меня тоже. Наверное, слышно акцент. Да. Ну, кстати, минимально это я так отмечу. Есть, конечно, но минимально. Спасибо. Но все-таки русскоговорящие, особенно люди из России, уважают, что мы старались. Да, с акцентом, но люди действительно стараются. То есть нам очень нравится, что люди нам говорят, чего мы достигли с минимальным количеством поддержки. Есть ли у вас уже план еще какую-то работу, может быть, подобную соорудить? План есть, но пока надо с этим кино показать, получить больше отзыв от побольше количества людей. Потому что от этого мы учимся и можем что-то лучше снять. То есть пока посмотрим, но планы уже есть. Где можно посмотреть, собственно, фильм? Вот скоро он выйдет на Рутуб, мы будем выкладывать на Ютуб, тоже будем выкладывать. И разных мероприятий будем проводить в кинофестивалях, его тоже там можно увидеть. То есть мы будем проводить в Москве, в Ленинградской области тоже будем показывать кино. Но ждите в основном на Рутуб и на Ютуб наше кино. Ну, значит, все-таки сможем посмотреть. Дмитрий, чуть-чуть интересно все-таки, как вы пришли в реконструкцию, вашу историю в этом смысле узнать. Почему это вас так затянуло? И есть ли что-то особенно запоминающееся за то время, пока вы занимаетесь военной реконструкцией? Как все началось для меня? У нас были праздники 9 мая здесь в Канаде, то есть Бессмертный полк. Я познакомился как раз с Сергеем Еремеевым. И они со мной связались, позвонили, показали. Ну, я решил попробовать переодеться, портянки одеть, сапоги одеть, все это попробовать. И смотрите, это совершенно другое чувство, когда человек читает учебники, человек, когда читает про историю, это одно вещь – просто видеть слова, картинки на бумаге. А когда человек одевает эти сапоги, этот шлем, он хоть какую-то часть, какую-то капельку всех этих эмоций, всех этих событий чувствует. Это не один к одному, к счастью, но человек больше понимания имеет. Когда он читает эти учебники в следующий раз, он тогда будет понимать, чего сложного там было, то есть как ходить в этих сапогах, как там в лесу ходить, копать окопы – это добавляет чувства, к чего человек читает. А самые положительные моменты во время реконструкции – это когда зрители нам подходят, местные особенно, канадцы, и они удивляются, они говорят, что «О, мы об этом не знали». То есть мы им рассказываем какую-то часть про Вторую мировую войну, про наше Великое Отечество. И зрители говорят, а мы не знали об этом. Это разве происходило? Сколько людей там погибло? Сколько людей воевало? И нам это нравится их учить, потому что главная цель, я думаю, для реконструкции – это учить людей про историю. И мне всегда приятно, когда люди от нас получают какое-то знание, особенно здесь, в Канаде. Привет, Кирилл. Здравствуйте, товарищ сержант. Доброго здоровья. Жене пишешь? Да. И дочке моей. Ей три года скоро. Вот. Думаю, хоть так поздравить. Понимаю тебя. Я уже два года не был дома. На, держи последнее. Я помню, у нас в селе, когда у ребенка день рождения, родители накрывают на себя большой стол, а все с подарками приходят. Моя жена такой вкусный борщ готовит. И всегда хлебушек с борщом. А я вот борщ еще не пробовал, а уже голодная от твоего рассказа. Как, товарищ сержант, ни разу не пробовали борщ? Нет. Приезжайте к нам в село после войны. Накормим борщом. Договорились. А я вам мой плов приготовлю. Балуйте вы нас, товарищ сержант. Но не откажись. Еще одно интересное направление деятельности вашего клуба, ну или там группы энтузиастов, да, которые вы представляете. Это, я когда прочитал, на самом деле удивительная тоже история, вы находите награды советские, которые каким-либо образом оказались на там блошиных рынках, скажем, Канады или там у кого-то в закромах. И покупаете, выкупаете их и возвращаете на родину родственникам, собственно, владельцев этих наград. Расскажите, как вы к этому пришли? То есть как так получилось, что вы там случайно нашли, да, встретили где-то такую награду и подумали, что с ней делать? Как она вообще здесь оказалась в Канаде? Да. Ну началось это уже порядка 10-15 лет. Это все не сразу. Как бы я никогда не собирал, не коллекционировал награды. Я и сейчас не могу сказать, что я коллекционер. Просто так получается, что в определенный момент стал их выкупать. У меня у дедушки, у меня один дедушка, который с Ленинграда, он воевал за Москву, а второй дедушка, он с Киевской области, но воевал за Ленинград. Они потом после войны вместе жили 15 лет. На пенсии он уехал в Киевскую область в 70-м году. И там у него зимой, он зимовал у нас и в Ленинграде, я сам с Ленинграда, и у него украли награды. И мама потом уже перед смертью мне отдала его орденские книжки, и я удивился, что у него 14 орденских книжек на награды его. У него на пиджаке только остался «Красная звезды» и «Отечественная война». Я остальные награды даже не знал, как бы не видел. Они у него были на пиджаке, и все это украли. И я постепенно, у него были милицейские награды, он милицией служил после войны в Ленинграде. Я как-то постепенно, постепенно они были неномерные. На этих рынках я их выкупил и как бы сделал такую рамку, ставил военный билет, фотографии, рамку сделал и выставил эти награды. И как-то в процессе пока искал, смотрел на эти награды, как-то берешь их в руки, и вот всегда такое было чувство, ты берешь в руки, и она номерная, когда награда особенно, ты это чувствуешь, что это вот как безымянный солдат. То есть это даже не безымянный солдат, это его безымянный подвиг. Безымянный солдат, это когда поисковики находят останки солдата без медальона, и он безымянный. А здесь он имянный, но мы его не знаем. У него номер пятизначный, семизначный, шестизначный, но мы его не знаем. Поэтому как-то всегда было такое чувство, как такое горькое, что оно именно лежит здесь, с двумя океанами, и никто его, даже не факт, что они продаются. Потому что продаются это, понятно, кощунство, но то, что это далеко. Никто это, допустим, в России или в Беларуси где-то, это еще можно как-то там забрать, найти, а здесь их никто никогда не достанет, не выкупит, если мы это не сделаем. И мы как-то с товарищем просто стояли у такого стола, и был такой лоток, ну не знаю, там сколько было наград, мы стояли, я говорю, слушай, а продавал араб из Египта. Я говорю, слушай, давай заберем это все, такое ощущение такое, какое-то неприятное. Он говорит, ну давай, сколько ты за это хочешь. Он нам сказал какую-то сумму, мы у него забрали, потом как-то там примерно пополам поделили. И пришли через три месяца на следующее милитари-шоу, а у него целый стол, там два или три таких лотка. Я говорю, а что ты, откуда ты это берешь, это где? Он говорит, а я в 91-м году в Берлине, говорит, целый багажник купил. Вот, вот эта вот история, как бы вот с этого примерно началось, вот, и потом, как бы, потом мне просто еще подошли ребята с этого же шоу, и они говорят, ты приедь к нам в магазин, вот в пригороде есть магазин по наградам. Там награда со всего мира, там все есть, там даже там царские, какие-то княжеские, там такие вещи, там такие, которые даже, просто даже надо изучать, прежде чем взять руки, надо изучать, что это такое. Вот, и они мне говорят, ты вот советской тематикой интересуешься, мы тебе, говорит, сейчас что-то покажем. И достали мне просто из-под прилавка два целлофановых пакета наград, там было больше двухсот наград разных совершенно, и советских, и царских, и русских, и там было все, короче. Они говорят, вот мы, я говорю, откуда у вас сколько много? Они говорят, мы в Америке аукцион выиграли, вот мы сейчас, чтобы это выложить, мы не знаем, что с этим делать, то есть им надо тоже, как бы, каждую награду выложить, изучать, выставить там куда-то на интернет. Я говорю, ну а что, ну давайте, говорю, подумаем, поговорим, я говорю, это бы забрал, ну тут просто очень много, я не могу за раз это забрать. Вот, и я подключал друзей, подключал всех знакомых, и говорю, давайте выкупим, потом уже будем думать, что с этим делать, нам просто забрать сейчас. И мы это забрали, я где-то, наверное, раз 15, там каждую субботу, через субботу ездил, это все укупал. Вот, там оказалось, да, много наград, много номерных наград очень, и орденов, и медалей, вот, это, потом стали это все пробивать, то есть стали, узнали в учетной карточке, кто это. Вот, когда уже в учетной карточке узнали, на память народа, на подвиг народа можно скачать наградные листы, тогда эта награда ожила. Вот, когда ты ее берешь в руки, она вот за такого-то человека, там-то родился, там-то служил, и уже ты знаешь, кто это, уже тогда уже это совершенно другое ощущение, уже я эти все награды знал, вот каждую беру в руки, я знаю, чья это, знаю, кто это. Вот это шофер, вот это артиллерист, вот это разведчик, вот это пехотинец, там даже ветеринары были, даже повара, там совершенно все разные специальности воинские, которые награждались. А самую интересную историю расскажете о том, как вот награда вернулась на родину, хотя бы уже к родственникам ветерана, который раньше, собственно, владел этой наградой? Да, есть уже много у нас достаточно историй, мы из, было 100 номерных наград у нас, и мы сделали, уже так, вот уже, наверное, два с полной года этим занимаемся, уже в таком, когда мы уже стали уже писать про это, везде обращаться, поисковики нам стали помогать. И уже возвращено 32 награды в 32 семьи, и 10 мы передали в музей. Несколько историй, они такие, конечно, очень трогательные, потому что награды, разные есть истории совершенно, есть иногда два отказа, например, не захотели родственники, просто вот, не захотели брать, говорит, не знаю, делайте, что хотите, в музей отдавайте, нам не надо, это очень горько, мы все тут переживали, это было такое, ну, потрясение просто как бы. Но такие истории, как, например, награда сержанта Жарковска, орден Красной Звезды, мы попросили тихвинских поисковиков, отряд 4-й армии, и они написали в администрацию, обратились в администрацию Смоленского района, и с администрацией ответили, что да, проживает у нас внучка, проживают и сын, и дочка ветерана, и, значит, дали контакт внучке. И я когда с ней связался, ну, вернее, не связался я, они сначала с ней связались, но она им не отвечала 3 дня, вот, мы потом, когда уже стали общаться, удивительная тоже история, она говорит, я 3 дня проплакала, говорит, я думала, что это или какие-то жулики, или мошенники, или какой-то развод, говорит, потому что мы знали, что награды дедушки были утрачены, украдены, когда он ехал по дороге с фронта домой, он был танкист, эвакуаторщик, он потерял 3 танка, был трижды ранен, и он потом стал уже где-то в середине войны эвакуировать танки, то есть это Т-34 без башни, он во время боя идет с остальными танками, и при малейшем повреждении какого-то танка пытается увести их с линии огня, то есть это такая медленно движущая цель без башни, которая не может отвечать, иногда у них и пулемета нету. И его наградный лист просто жуткий, его почитаешь, это страшные вещи происходили, то есть сколько его сослуживцев потерял, как он выжил, невероятно, и он после войны поехал еще воевать на японскую войну, и после японской войны он ехал домой, у него в поезде украли чемодан с кителем и наградами, и он всю жизнь прожил без этой красной звезды и боевых заслуг, которые у него были, обыкновенные юбилейные медали, которые давали уже в военкомате после войны, и он получал. Он умер в 1997 году, проработал в селе Смоленской области шофером, и он так до конца своих дней даже не знал ничего про награду, поэтому как она оказалась в Канаде, это совершенно непонятно, никто никогда не узнает, и просто удивительно, что с ней ничего не сделали, не переплавили на цвет металла или на что она сохранилась, поэтому мы попросили нашего командира, он привез в Белоруссию, и своего брата лично привезли к ним туда, в Смоленскую область, вручили, они дедушке могилу отнесли, там целое, тоже было такое трогательное действие с дедушкой, вот, дедушка, нашлась твоя награда, положили ему на могилку, вот, и даже первый канал к прошлому 9 мая делал репортаж, они даже послали туда целую группу, они сняли этот репортаж, очень было такое трогательное вот это событие, потому что это такой случай, как бы, когда, вот, кажется безнадежно уже вообще никогда такое, это уже сколько там прошло, десятков лет, и награда вернулась к ним домой, так что, да, такие случаи есть, в Ленинграде случай был, мне обратился ко мне американец, я на одном из форумов написал, что я ищу награды Ленинградской области и Волховского фронта, сколько мы занимаемся историей соединенных спирт-дивизии, и мне написал один американец, коллекционер, он говорит, у меня есть несколько наград, предложил несколько наград, но я им объяснил, для чего нам надо, чтобы мы, не выкупая, по номеру могли определить, ну, родственников. Несколько, значит, этих наград были безуспешны, мы ничего не нашли, одного нашли сразу, у нас поисковик из Энгельса, Наиль Кудашев, буквально за один день нашел и сына, и внука, и мы, буквально месяца не прошло, как мы это начали, мы уже передали сыну эту награду, он получил ее за бои с Ленинградского фронта, блокадник, он получил ее за бои в Польше, тоже был удивительный случай, он орден Красной Звезды получил, он был раненый, контуженный, трое суток пролежал на морозе, его посчитали убитым, уже на него похоронка пришла, его никто не заметил, там думали, что он убитый, он был очень сильно контужен, он не мог ни говорить, ни шевелиться, и уже трофейная команда случайно увидела, что он шевелился, он пытался руку приподнять, и так его спасли, ногу ампутировали, пальцы, и он остался жив, молодой парень такой, 25-го года рождения, и тоже мы прислали эту награду ему в семью, и они сходили тоже на кладбище к дедушке, положили эту награду ему, то есть так произошло такое возвращение награды домой. В 2020 году мы со своим военно-историческим клубом студии 1-й стрелковой дивизии учредили медаль памяти воинов студии 1-й стрелковой дивизии в честь 75-летия Победы, изготовили медали в Челябинске, напечатали, и с этого момента мы уже нашли 105 семей воинов, кто воевал в этой дивизии, и переслали им награды, вручили памяти, там были и погибшие, и выжившие в войне, также мы вручили более 300 наград на нашей 191-й стрелковой дивизии, на наши медали, поисковым группам, более 16 уже поисковых отрядов, которые находят воинов 191-й дивизии по местам боев и перезахоранивают их, уже тоже их несколько сотен и в Ленинградской области, в Новгородской области, даже в Прибалтике, поэтому, если есть родственники, которые знают, что их родные воевали с людьми из 1-й дивизии, обращайтесь к нам на сайт, пишите, у нас все про это написано, и мы, эти истории, каждая история солдата выложена у нас на сайте, мы собираем их боевой путь, их семейные истории, поэтому вот такое еще направление. Можно только поблагодарить вас за эту деятельность и пожелать вам, скажем, побольше возвращенных наград домой. Ну и, конечно, успехов в реконструкции, чтобы все больше людей приходило к вам в клуб и узнавало о том, как на самом деле, собственно, происходили бои во Вторую мировую войну. Спасибо вам, что вы были с нами, но мы двигаемся дальше. Так вот, я так думаю, товарищ старшина. Давайте, моя группа слева обойдет, а ваша прикроет меня справа. Давай, Дима. Время у нас мало, немцы за нами. Вперед. Договорились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА